Друзья, приветствую всех. Я, Дарья, счастливый, это мой YouTube-канал. У меня сегодня впервые эксклюзив. Фикрет Шабанов, президент аналитического центра Consultants on International Policy and Economy. Фикрет Шабанов. Господин Шабанов, приветствую вас. Здравствуйте, Даша. Приветствую вас и ваших зрителей. Друзья, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, откуда вы нас смотрите. Подпишитесь на мой YouTube-канал, на YouTube-канал Фикрета Шабанова. Если смотрите на наш телеканал прямой, нажмите на название, там будет ссылка. Фикрет, Пригожин сделает в последнее время очень жесткие заявления о Путину. Он его оскорбляет, унижает, просто опускает его. Многие, в том числе Владимир Осичкин, говорят о том, что Пригожин – продукт спецслужб. Означает ли это, что дальше то, что Пригожин так позволяет себе говорить о Путине, и что это уже конец Путина, и дальше будет военный переворот или переворот спецслужб. Что скажете? Я, если честно говоря, отношусь к этому немножко саркастически. Объясню почему. То, что Пригожин – продукт спецслужб, это людям, которые носят погоны, я имею в виду большие погоны или лампасы на брюках, они знают, как создаются воровские вот эти организации и как оттуда выводятся на сцену вот такие, так скажем, деятели в кавычках. То есть это обязательно, это спецслужба, это обязательно. Второй момент, то есть там исключений не бывает. Я тем более сам вырос в системе людей, которые носят погоны, правоохранительные органы. В этой семье я вырос. То есть я хочу сказать, что я считаю, что то, что Пригожин – продукт спецслужб, это так, то, что он, мы условно говорим, называет, оскорбляет Путина или унижает Путина, я считаю, что если при службе такая операция, она называется эффект бабочки или эффект лампочки. То есть зажигают лампочку, предположим, Даша меня ненавидит, ругает всеми своими возможными и невозможными словами, и к Даше приходят все мои враги. Таким образом, через Дашу я вычисляю всех своих врагов. Тот, кто наиболее опасен, того я и нейтрализую. Я считаю, что господин Пригожин выполняет вот эту операцию. Операция называется «Лампочка для лично Путина». Потому что и Пригожин, и все олигархи в России, и все те люди, которые считают себя частью власти или имеющие инструмент власти, или кресло, они все обязаны персонально Путину, не системе, Путину. То есть если Путин заберет из-под них эти рычаги, то их не будет. И пока Акелло еще не промахнулся. Фикрет, получается, что Пригожин – это, по сути, продукт Путина, и по приказу Путина он создает эту информационную операцию на Путина, чтобы Путин понял, кто готов его предать, в случае чего. Вы правы. То есть сейчас все понимают, что ухудшение положения России, экономического положения, положения олигархов, которые больше не могут так зарабатывать, как зарабатывали раньше, они могут привести к каким-то внутренним движениям по возможной формировании антипутийской коалиции, союза или госпереворота. Вот, чтобы это просчитать, есть Кадыров, есть Пригожин, есть ЧВК Росатома, есть, я не знаю, у всех есть свои банды. Это, кстати, нарушение Конституции Российской Федерации, это нарушение законов Российской Федерации, потому что из тюрьмы амнистию и на фронт юридически это не предусмотрено законами Российской Федерации. Фикрет, вы наверняка смотрели парад, он был короче, чем обычно, почти 2 раза, 5 минут, достаточно просто скудное количество техники, которая прошла за 5 минут, только один танк в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади проехался, и в Москве на Красной площади, но все лидеры страну ДКБ были на месте. Кремлевские политологи считают, что Путин боится теракта, Путин боялся этих дронов, поэтому он пригласил туда всех, чтобы, не дай бог же, что Украина не нанесла удар, потому что там лидеры стран-членов ДКБ. Я думаю, что это не серьезный аргумент, который приводит. Почему? Дело в том, что 18-19 числа руководитель Китая принимает 5 лидеров государств, стран Центральной Азии. Это первое. То есть им нужно было сверить часы. Что касается лидеров ДКБ? Туркмения не член ДКБ, Узбекистан не член ДКБ, там только Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Поэтому, я думаю, что сейчас будет решаться глобальный вопрос, это снова говорю, для САГСов. Глобальный вопрос это Китай. Самое мягкое, а так скажем, пока рыхлое, где не сформирована военно-политическая коалиция против Китая, это и есть Центральная Азия. И здесь, как говорят дипломаты, нужно было Путину сверить часы. И здесь, конечно, не надо забывать господина Пашиняна, который создает ситуацию, что Армения скатывается в сириизацию. В Армении сейчас присутствует Иран, Индия, Франция. Россия имеет свою военную базу. Она является членом не только ДКБ, но еще и экономического союза с Россией. И она, кстати, находится, условно говоря, не имеет прямой границы с Россией. И вот эти факторы, Кавказ это Пашинян, а вот страны Центральной Азии, это китайский вопрос, они нужны были Путину. Что касается малотехники, я думаю, что, в принципе, к празднику 9 мая нужно относиться не как к празднику, а как к дню поминовения. Или, как это говорит, на Востоке вспоминают людей, которые умерли. К этому надо относиться так. И не нужно забывать, что была система борьбы двух империй. Империя красных большевиков и империя чернорубашечников. И я думаю, что в моем личном жизненном опыте, у меня два деда воевали, я считаю, что все-таки империя, нет лучших империй. Но если сравнивать зло, самое худшее зло, это была гитлеровская Германия. И мы не должны это тоже забывать. А вот то, что это себе присвоила Россия, и как она из этого сделала культ или инструмент идеологического манипулирования странами бывшего СССР, это уже другой вопрос. Это вопрос к историкам. В заявлении Энтони Бенкина, госсекретаря США, он сказал о том, что Украина есть все для контрнаступения, чтобы освободить территории, которые Россия оккупировала за последние 14 месяцев. Но вы же понимаете, что тут почему-то за скобки вводится Крым и Донбасс. Почему госсекретарь сказал, что только выйти к границам до 24 февраля, а не декупировать всю территорию Украины? Дорогая Даша, мы с вами должны определить, я раньше вообще говорил на украинских каналах, мы с вами должны определить цели и задачи участников этой войны. То есть в нашем с вами понимании есть три части этой войны. То есть Запад коллективный условно, Россия агрессор и жертва агрессии Украина. Если мы рассматриваем Запад, пока он в нашем с вами понимании монолитный, но он не монолитный. Между ними очень большие междоусобные экономические, так даже подковерные военно-политические войны идут. Но условно коллективный Запад перед собой поставил политические задачи. Мы же с вами не знаем их политические задачи. Может, это граница даже не Донбасс, а может быть, даже это вообще не Харьков или не Херсон. Мы не знаем. Они нам всем рассказывают, что они за самоистинность Украины, за целостность Украины и так далее. Это одно. Декларация и заявление, и реальная политика на земле, это две разные вещи. То есть, мы должны с вами понимать, у Запада свои, не украинские, свои политические задачи, которые она решает. Если раньше Украина была инструментом оказания влияния на Россию, то сейчас они добились, сделали Россию инструментом в своей борьбе против глобального Китая. То есть, надо на это смотреть вот так. Что касается Украины. Украины главная задача не только военная победа, но и выход на границы 91-го года территориальной целостности с уверенитета страны. Что же касается России, у России более тяжелая проблема. Она должна не только провести агрессию, то есть, захватить новые земли, она должна политически еще и за собой закрепить. Я имею в мировом сообществе, а не у себя только. Поэтому заявление Блинтина нужно рассматривать, исходя из тех целей и задачи, которые поставлены перед администрацией США. А эти задачи делятся на несколько сегментов. Это предвыборная борьба в самом американском истеближменте. Это концентрация всех усилий в борьбе против Китая. И здесь Украина фактически является пройденным этапом или пройденным планом, который Америка добилась в решении своих национальных задач. Ну и, конечно, здесь ситуация у нас с Францией или условно с Европой, у которой тоже свои задачи. Поэтому, говоря о заявлении господина Блинкина, мы должны с вами понимать, их цели и задачи далеко не те же цели и задачи, которые стоят перед Украиной. Фиклет, вы в последних интервью, в которых вы говорили о том, что Украине пока что, как вы считаете, не удастся дооккупировать Крым. И тут есть очень много составляющих. Вы до сих пор так считаете? Я даже в этом сейчас стал еще больше убеждаться по заявлениям представителя Банковой, господина Подолика, которого я считаю действительно человеком, который более-менее взвешенно делает политические заявления. В чем заключается его заявление? То есть, если мы сейчас не взяли или не вернули, или не победили и не решили вопрос с Крымом, делать политические заявления, что мы изменим его статус, я считаю, политической, дипломатической и международной ошибкой Украины. Теперь вопрос. Когда мы сделали заявление, что мы изменим статус Крыма, мы должны исходить так. А ведь в ради-то слуги народа в большинстве, то есть, если мы хотим его изменить, мы его можем сейчас изменить. А почему мы его не меняем? И я думаю, что люди будут меньше протестовать против изменения статуса Крыма. То есть, будет большинство поддерживающие это решение. После заявления господина Подалека, что получила Украина? Заявление пресс-секретаря Эрдогана, Ибрагима Колыбе, который сказал, что Россия ведет войну не с Украиной, а с Западой. То есть, фактически, она потихоньку делает разделительную линию. Чем больше вы, Украина, как страна, имеющая соглашение о стратегическом партнерстве с Турцией, о льготном, так скажем, товарообороте с Турцией. И для вас сейчас, во время войны, все-таки важной страной, вы начинаете, что делать по крымско-татарскому вопросу? Создавать для себя проблемную зону. Пока это дипломатическая проблемная зона. Но вы должны понимать, что это ваш сосед, это Черное море, это Босфор, это ваши пути на восток, это зерновая сделка и много-много-много чего. Делать такие политические заявления можно гадать, что это заявление шантаж, это заявление попытка привлечь на сторону Украины или усилить какие-то другие страны в борьбе за Крым. Я абсолютно убежден, что решение крымского вопроса заключается только в военно-политическом решении. Это не военное решение и не политическое. Это военно-политическое решение, о чем говорит господин Буданов. Но я думаю, что всегда говорил и повторюсь снова на вашем канале, в Украине слишком недооценивать значимость Крыма и слишком завышенные требования. Я думаю, что решение Крыма должно быть с Россией военно-политическим, но с Западом дипломатическим. Если же в Украине считают, это по праву принадлежит мне, но я это не могу забрать, но могут делать любые заявления, вы автоматически проецируете как минимум к себе недружелюбную группу стран. Мы должны это понимать. То есть, они не будут этим помогать. на этой неделе Генри Кессинджер, бывший госсекретарь США, сделал заявление о том, что в этом году будут реальные переговоры между Киевом и Москвой при посредничестве Китая. Но, вообще, какова роль этих сторон на переговорах? Потому что, говорит о том, что Китай, США и Россия без Украины будут обсуждать, или там Китай и США без Украины будут что-то обсуждать, какое-то новое мюнхенское соглашение, но сейчас не 38-й год. А тут создаётся такое впечатление, что без нас нас уже будут делить и так далее. Что вы скажете? Ну, для начала давайте посмотрим отношение вообще к господину Киссинджеру, который существует в вашем информационном поле, или на YouTube-каналах, или, так скажем, страницах про украинских аналитиков, деятелей. Я считаю, что Украина сейчас, она имеет на это право достаточно эмоционально, достаточно, так скажем, как вам сказать, на повышенных тонах реагирует на любые антиукраинские действия любого человека вне зависимости от титула, звания и должности. Я считаю, что это оправдано. Но если мы будем говорить о политике, то здесь нужно отбросить эмоции, отбросить всякие вот эти гордления и нужно понимать, господин Киссинджер это не человек с улицы и он от своего имени заявление не может делать, вы должны это понимать. Дело в том, что Киссинджер имеет, несмотря на его очень большой возраст, он до сих пор сохранил трезвый своего ума, он до сих пор сохранил значит, свои коммуникации, связи и с ним не как с гением мира, а все-таки с ним как с инструментом создания определенных балансовых ситуаций все-таки консультируется, если нужно будут пользоваться, потому что есть к нему доверие и к его опыту. Что касается Китая, за счет Украины они будут создавать мир, так они готовятся делить мир и здесь Украина не первая и не последняя и у Азербайджана не будут спрашивать и у Грузии не будут спрашивать. У нас с вами нет ядерной кнопки, поэтому нас не будут спрашивать и здесь удивляться не надо. То, что вы отдали ядерную кнопку под Будапештскую вот эту Филькину грамоту, это уже прошлое и за это украинцы должны винить себя. Фигрет, какие вы считаете могут быть переговоры, которые задумал Папа Римский? Вы много об этом говорите, он заявил о том, что о мирной миссии Ватикана в переговорах с РФ. Это все часть некоего одного переговорного трека или это что-то параллельное? Ну, смотрите, во-первых, Ватикан, у Ватикана или у Китая, у Ирана, у Франции, у всех одна цель. Она называется так, любыми средствами в любой форме приостановить войну в Украине и продолжать делать деньги. За счет Украины? Конечно, за счет Украины, конечно, потому что здесь слабое звено, страна, не имеющая ресурса, на сто процентов зависит от иностранного военного вооружения, от многих-многих компонентов, которые в войне необходимы, Украина зависимая страна. И учитывая этот фактор, они сейчас хотят остановить эту войну, потому что у них начинаются проблемы. Я на многих каналах Украины говорил, повторю, у вас, у них начались проблемы с отсутствием электроэнергии, дешевых энергетических ресурсов, это приводит к стагнации в экономике, к рецессии, а в дальнейшем это может привести к внутренним противоречиям. Например, на прошлой неделе в одной из земель Германии уже набрало 30-35 процентов фашистской партии. То есть они начинают в этих странах появляться правые партии, националистические партии. И Европа это видит, что если во Франции мы посмотрим у нее атомные станции, они зависят от уранов, урана, которые поставляют внимание Росатом. Они вместе с Росатомом сотрудничают в Венгрии, в Китае, в Турции. Они вместе с Росатомом поставляют определенное сырье на разные атомные станции. Кстати, Росатом поставляет сырье для американских компаний атомных станций. И атомная промышленность это единственная, одна из единственных, куда не наложены санкции. То есть я хочу сказать, есть компоненты, о которых не говорят в Украине или это считается не нужно говорить, но на самом деле это цинизм, это бизнес и ничего личного. Поэтому Ватикан как центр, политический центр Европы и как самая лучшая в мире разведывательно-финансовая богатая корпорация, одна из богатейших корпораций мира. И когда я об этом говорю, украинцы начинают думать, что я несу какую-то эту Иларионовичину. Для этого нужно просто почитать книгу, называется Акционерное общество Ватикан. Его в интернете можно найти. Если, кстати, его написали итальянцы, если найдете книгу Акционерное общество Ватикан, у людей появится понимание все-таки, что это за сила, с которой считаются все в мире и даже Пути. И ваше руководство практически спит в Ватикане, это так называют. Вы поймите, и Ватикан, и когда вы... Ну, например, недавно был, по-моему, ваш премьер-министр Шмыгаль в Ватикане. Я хочу сказать, смотрите, если бы не было разрешения Ватикана, разрешения Киева и разрешения Москвы, Папаринский не сделал бы это заявление. Это я вам искренне говорю. Есть вещи, которые скрываются от людей. В процессе войны всегда идут переговоры. Только иногда бывают на первом этапе военные действия, а переговоры к нему... Иногда бывают военные действия приостанавливаются, на передовую или на первую линию выходят переговоры. Поэтому я хочу сказать, что сейчас без согласия Киева и Кремля Ватикан бы не сделал это заявление. И это секретно, и я думаю, что эта секретность заключается не в самой секретности Ватикана, хотя это главное и важное, но также в самой секретности переговоров между Киевом и Кремлем, которые ведутся через Ватикан или посредством Ватикана. Но здесь Ватикан модератор, он не коммуникатор, он модератор ситуации. секретно, кто эти люди, как вы считаете, кто ведут эти тайные переговоры между Москвой и Киевом, кто от Москвы и кто от Киева через модератора Ватикана, как вы сказали. Ну, смотрите, я вам озвучил по фамилию у вас, предположим, премьер-министр Шмыгаль, который ездил в Ватикан. Нужно знать, для чего он ездил, какие письма или какие секретные предложения вез, что получил в обмен, для чего господин Шмыгаль вел переговоры с премьер-министром Ватиканом. Для чего Папа Римский посетил Венгрию и для чего он вел переговоры так называемым, я условно скажу, чтобы люди нас понимали, с экс-министром иностранных дел Российской Православной Церкви, РПЦ. То есть идут, идут контакты, идет работа. То есть РПЦ тоже в этом треке присутствует? А это линия коммуникаций. РПЦ не присутствует, это линия коммуникаций. Почему? Потому что в Украине вопрос с лаврами это вопрос с православием. Его обвиняют, что это российская гентура, кремлевская консерва. Но это водораздел дальнейшего расчленения украинского народа по религиозной принадлежности. И учитывая этот факт, вопрос православия, вопрос славянский вопрос, он должен решаться через РПЦ, а не напрямую через Путина. Потому что эти вопросы должны быть готовы и потом подняты на высший политический уровень, где уже будут приниматься решения. Будут ли они? Мы не знаем. Будут ли они приняты? Будут ли они подписаны? Мы не знаем. Потому что украинская власть находится в состоянии выборов. Вот она будет исходить только из системы своего политического будущего. не более. И, конечно, своих ресурсов. Фикрет, а от России к тому, что участвует в этом треке? Ну, этими вещами обычно занимаются спецслужбы. Имя, фамилия я не знаю. Но мы должны с вами понимать, что Ватикан это большая, самая лучшая разведывательная структура мира. Она торгует информацией. И мы должны с вами понимать и СБУ, и КГБ, и ФСБ, и другие разведки мира они построены по принципу ордена иезуитов. То есть основа находится там. Очень интересная, действительно, очень интересный трек. У Дана ведь тоже с Ватиканом, если я не ошибаюсь, он же был в Ватикане. Эти вопросы украинское общество должно задавать своим политическим деятелям. Мне, как иностранцу, обсуждать эти вопросы, во-первых, будет неправильно, потому что у вас идет война. Если бы у вас была мирная ситуация, мы могли более немножко широко раскрыть эти темы и обсуждать. Но, опять говорю, у вас в доме война, и наша функция иностранцев это показать, поделиться своими знаниями, показать то, что мы видим, и как вы ими воспользовались, это ваше право. То есть нужны, не нужны, слушать, не слушать, выбирать, не выбирать или прислушиваться. А что касается более широкого понимания, так, здесь понимаете, у вас есть три части населения. Часть населения, которое реально воюет, часть населения, которое зарабатывает на этой войне, ну и часть населения, которое ведет борьбу за сохранение себя во власти. Так что мне очень трудно что-то вам сказать. Фигурет, еще серьезная достаточно тема на самом деле, это какой вы видите оптимистический и пессимистический сценарий завершения войны. Вот самый пессимистический и оптимистический. Ну, вы знаете, если мы говорим о пессимистичном, я раньше в интервью украинским СМИ называл о конференции в США. Кстати, на ней присутствовал генерал Бен Ходжес. Это видео, ссылка, YouTube ссылка этой конференции есть у меня на Telegram канале. В ней изначально была заложена вот эта украинская война, то есть как идея, как проект. В ней она была показана с картами, как будет разделена Украина. И эту войну называют германский вопрос, не украинский, германский вопрос. Поэтому это самый пессимистичный, который написан был давным-давно, и к моему большому сожалению, степп и степп он осуществляется. Только исходя из той карты или из той конференции, которая об этом рассказывала, она приобретает более худшие формы, нежели было вообще там предначертано, вот так скажу. Что касается лучшего, мне очень трудно вам что-либо сказать, потому что, повторюсь, наверное, нужно отделить мафию от власти, нужно создать единство государства, народа и армии, нужно привести во власть людей, которые понимают, что такое государство, и которые отдают себе отчет, как в политических заявлениях, так и в политических действиях. Что я имею ввиду? Нельзя утром у Израиля просить системы ПВО, а вечером голосовать против Израиля. Я просто привел пример. И таких примеров Украины выше крыши. Вы поймите, если когда в прошлом году в августе я говорил на одном украинском канале, решайте свои вопросы, пока вы нужны. С поляками, Словенией, Румынией, Молдовой, Венгрией, ну, все нам обязаны. У украинцев почему-то выработалась система, вот, благодаря вот этим Геббельсом ваших СМИ, которые вас убедили в том, что вам все обязаны. У вас это выработалось, вам все обязаны. Вы же за демократию воюете. Нет демократии, есть бизнес. И сейчас вы получили то, что у вас проблемы с зерном, Европа закрыла границы, потом появятся какие-то другие нюансы, вы потихоньку это будете получать. Почему? Я снова повторюсь, вам нужно украинцам сплотиться и каждый день воевать за свое будущее. Вот те люди, которые вам вдалбливы 24 часа, что вы исключительная нация, Запад обязан, он никуда не денется, это миф. Запад торгует, он ведет бизнес, и он ведет бизнес за свои интересы, а не за украинские. Вы должны с себя снять эту пелену. И пока вы в этом мифе, благодаря вашим агитаторам, я не знаю, банковые оплачивают, какие-то определенные группы, олигархи оплачивают свои политические цели. Я не знаю, украинцам лучше меня знать вот эту ситуацию. Но пока вы не поймете, что кроме вас никто вам не поможет, пока вы это не поймете, ваша трагедия будет увеличиваться. Только вы сами, только Украина, только украинцы. Пусть вилами, пусть топорами, но пока вы не научитесь сами себя защищать и ни на кого не надеяться, то есть пока не станете сильными, с вами никто считаться не будет. Чем слабее, тем меньше ваших шансов участвовать в своем будущем. То есть за вас это сделают и вами будут торговать. Фикаре, мы уже сделали тезис, что есть Китай, который хочет переговоров быть в том числе модератором. Есть трек Папа Римского, Ватикан, и тут уже идут переговоры между представителями спецслужб России и между офисом президента. Будем так это формулировать. Какими вы видите послевоенную Украину и послевоенную Россию? Формат распада России мы можем представить и вообще каким может быть мир? Вы знаете, сейчас вот эти войны локальные, а мы, кстати, ждем еще большую ближневосточную войну, я имею в виду иранский вопрос, то, исходя из этой концепции, мир изменится. Мир будет делиться, каким мы его видели в Словакии, простите, в Югославии, когда страны стали мелкими, стали получать доступ к каким-то ресурсам, то есть стали слабыми, но управляемыми внешними модераторами. Большие страны больше никому не нужны, это первое. Вторая ситуация, ведь не нужно заблуждаться о том, что Россия распадется, а вы будете пушисты, вас тоже это ждет. Идем дальше, Россия 20-16. Что нас ждет? Вас тоже это ждет? Что ждет? Я имею в виду в принципе урезание ваших территорий. Я буду называть это дипломатично. Ситуация с Россией, она будет проясняться после 26-27 года, потому что по проектам модераторов мира в 27-м году мы получим новый формат или новый договор Евросоюза. То, что сейчас существует, он не должен быть. Понимаете, Ватикан уходит в Латинскую Америку из Европы. Россия нужна для борьбы с Китаем. То есть Россия это Евразия, страны Центральной Азии. Россия это Сибирь, где есть спорные территории между Россией и Китаем. Я в прошлом интервью говорил и публиковал у себя на телеграм-канале. Китайцы опубликовали, то есть Китайское Министерство Экологии и Природных Ресурсов опубликовало карту, где она стала указывать двойные названия. То есть русские названия и китайские названия территорий, на которые Китай претендует или считает их своими. Поэтому ситуация с Россией, с Китаем, она будет развиваться после 26-27. Империи, они никогда не меняются. Империи только распадаются. И если нужно победить большую страну, то нужно ее что сделать? Децентрализовать. Поэтому вопрос войны или борьбы против Китая, Саксов чужими руками, руками тюрков, руками мусульман, я пока говорю Евразии, то это вопрос к этому идет. Но мы с вами распад России завтра не увидим. Он по проекту приблизительно для нас с вами будет ясен после 27-го года. А вообще переформатирование Европы мы с вами ожидаем к 30-м годам. И вы посмотрите, Римский клуб, как организация или мозговой центр Ватикана, издал книгу «Новый мировой порядок 2042». Есть проект Саксов, он называется «Новый ковчег 2050». Что за годы? Что за даты? Просто я хочу сказать, чтобы люди для того, чтобы понимали, что нас ждет, куда мы плывем, куда нас ведут, просто взять эти книги, почитать. Те центры силы, которые имеют власть, деньги, банки, оружие, армии, которые в состоянии принимают решение, кому быть, кому не быть. Что же эти люди написали в плане своего проекта? И где мы должны быть? Что нас ожидают? Так что, я думаю, человечеству нужно немножко побольше изучать то, что нам готовят. И делать свой выбор. Югер, вы сказали такую вещь, что распад России, и в том числе, это же ждет и Украину. Но это в перспективе, это взаимоисключающие события. Если Россия распадется, то Украина в любом случае окажется в своих границах. Потому что Россия распадется, она не будет захватывать часть нашей территории. Дорогая Дашенька, если мы говорим о новых границах Европы, а вы гарантируете, что Карпаты останутся в Украине? А почему они должны быть, Фикрет, а почему они должны быть, ну, мы сейчас говорим, кому-то передать часть нашей территории Украины? Смотрите, до сегодняшнего дня я не слышал, чтобы руководитель Венгрии говорил, что там, в общем, в принципе, это наша историческая земля. Я говорю о руководителе, о президенте Венгрии, а я не говорю о публичных каких-то, не знаю, политиков, журналистов, аналитиков. Они могут всякую ахиней нести, потому что у них нет государственной ответственности. Человек, который разделен властью, несет государственную ответственность. И выступление руководителя Венгрии я поделился. Для чего он это сказал? Понимаете? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какой-то сумасшедший депутат появился, по-моему, или в Молдавии, или в Румынии, по-моему, в Румынии, и решил, что они имеют право на черновцы в Украине. О чем это говорит? Для чего? Пограничное соглашение с Польшей. Для чего? Польша должна вас защитить? Супер. Тогда почему она не вводит сейчас войска? Защищайте нас. Давайте устанавливать союзные государства. Давайте вводите свои программы войска. То есть территория Украины это то же самое, что территория Польши. А нет. А для чего это соглашение? Почему президент Зеленский, будучи во Львове, посетил католическую центр учебы, там, не знаю, и так далее. Также посетил то же самое в Польше. Понимаете? Вопросов много. Для народа нет информации. Вот представьте себе, парень пошел к красивой девушке. Ну, понятно. Познакомился, она ему понравилась. Тоже есть объяснение. Пошел за водкой. Тоже есть объяснение. Для чего ходит президент по этим центрам? Для чего подписывает руководитель верховный главнокомандующий воюющей страны определенное соглашение с, предположим, с Польшей? Ну, и, наверное, последний, самый главный вопрос. Вы меня про Ватикан спрашиваете. Для чего верховный главнокомандующий Украины получил франко-масонский орден от Франции? Там же орден легионера. Нет, орден легионера. Это орден для иностранцев, которые имеют заслуги перед Францией. У меня нескромный вопрос. А какие заслуги у господина Зеленского перед Францией? Есть ответ у вас? У меня ответы есть, но они не для публичного пространства. Поэтому я бы хотел сказать... Нет, расскажите, это очень интересно, ваш взгляд. Нет, Даша, смотрите. И что заложить еще? В семье четырехлетнему мальчику поэтому придумывают сказку, что его принес журавль. Ну, нам же не четыре года с вами. Да, но я поэтому хочу сказать, что есть вещи, которые я задаю украинской общественности. И украинцам, наверное, будет легче ответить на эти вопросы. Почему? Почему? Скоро украинцы увидят эти вопросы, когда вам нужно будет решать вопрос по парламентским выборам, по президентским выборам. Вот ответы на эти вопросы. Потом. Люди, которые у вас читают, предположим, какие-то лекции по ордену иезуитов, оказывается, у них есть какие-то политические амбиции стать президентом Украины. Люди, которые в своей жизни, ну, как вам сказать, были неудачными учениками у каких-то одаренных людей, украинских специалистов, сейчас, читая умные книги, пытаются построить внутренний дип-стейт Украины. То есть я хочу сказать, что есть масса вопросов людей, которые помешаны на то, что они знают, они могут, они умеют решать будущее Украины. Но когда начинаешь ковырять, получается, что эти люди, их организации, их финансы, они прямо или косвенно завязаны на Ватикане. Поэтому вопрос, почему у Украины сейчас начались проблемы? Я это называю проблемой. Проблемы с саксами. Потому что Украина для саксов – это ватикановская страна в политическом плане. А Ватикан не является союзником и не является партнером саксов. Значит, будущий президент Украины – это ставленник Ватикана. Я не знаю, кто у вас будущий президент и как он будет формироваться. То есть ведь конструкция-то власти, она формируется не народом. Просто народу показывают безальтернативный выбор из двух зол. И эти обе, две, три, пять фигуры проходные, они фактически согласованы определенной внутренней группой, которая управляет на земле территорией Украины, но она завязана с определенными внешними центрами сил. Потому что у вас нет обстоятельности. Фекрет, ну понимаете, мы с вами говорим о президентских выборах, но эти выборы невозможны до тех пор, пока у нас не закончится война. А войну нужно заканчивать. А как вы ее хотите закончить? Как вы ее хотите закончить дальше? Что касается нашей нации, то мы хотим у нее закончить выходы на наши государственные границы. 90-х? Есть ли политическое решение стран, которые вам помогают, что вы должны победить? Есть ли это решение у вас? Что касается оружия, то заявление Блинкина, что мы сейчас говорим до 24 февраля, для оккупированной территории, он ответил положительно. Но я так понимаю, что ключевая история в процессе. То есть мы получаем это оружие, есть заявление Байдена, Байден хочет переизбраться на следующий срок, не быть хромой уткой, как называют. Он хочет стать второй раз президентом, а, наверное, большая победа. Это опять внесено в ваше информационное поле, чтобы вас оболванивать. Для США Украина находится после Афганистана. Кто вам со сказку придумал, что вот Украина центр земли, пуп земли. То есть если с Украиной Байден повернется к Украине, спиной он не изберется. Я считаю, что это один из элементов внутриполитической войны. Там на кону стоит повышение потолка долга. Там на кону стоит 14 статья Конституции США, где президент может самостоятельно, без разрешения Конгресса, повысить потолок внутреннего долга страны. Там они занимаются своими проблемами. Вам опять навязали этот миф, что вот если Байден вам не поможет, он не изберется, от него зависит судьба. Мы еще с вами не знаем, доплывет ли Байден до президентских выборов. Понимаете? Поэтому не надо на этом строить концепции. Ваша концепция это вы. Что вам нужно друг другу помогать делать, или я не знаю, подставлять плечо, чтобы вы победили. Вашим украинцам, которые живут за рубежом, которые работают по доллару, пусть скидываются, помогают, отправляют бронежилеты и так далее. Вот ваша победа. Тогда вы станете самостоятельны в принятии решений. А пока вы зависите от патрона, от снаряда, от американцев, от французов, и бог знает от кого. Я считаю, это будет. Я вам задам последний вопрос, и надеюсь, что мы с вами еще обязательно встретимся, и, может быть, через несколько недель, и вы будете давать вашу оценку. Этот вопрос касается дальновойного оружия, дальновойных ракет. Это решение Запада ли, но пока что мы не можем наносить удары по военным объектам на территории России в том достаточном количестве, чтобы заставить Путина завершить так называемый СВО. Ваш взгляд, нам это не дает Запад, потому что он не готов к применению Путина ядерного оружия, и получим ли мы в перспективе это оружие, чтобы наносить удары по территории России в достаточном количестве, по военным объектам. Запад готов к применению Путина ядерного оружия, иначе бы он вам не передавал датчики по определению, нанесен ли ядерный удар или не нанесен. То есть в этом является самая ключевая моральность, потому что нужно говорить так, мы сделаем все, чтобы не было применения ядерного оружия. А вот гуманность, это мы вам передаем датчики, зафиксируйте, было оно или нет. Это первое. Я снова про аморальность. Что касается ракеты и вообще всех видах вооружений, многие военные, которые в Украине пользуются американским вооружением, лучше меня 200 миллионов раз знают, что оно спокойно выключается из космоса и превращается в металлолог. Это второе. То есть в этом нет трагедии. Вопрос стоит в другом. Ведь до 15 июня должен встретиться Байден и Сыцепинь. Делить мир они должны. Какая конструкция будет? Вместо Украины в этом разделе мира сохранится ли вся территория Украины или ее часть? Как будут решать с Россией? Пока эти вопросы, политические мировые вопросы не решены, вопрос с вооружением, наступательным, дальнебойным, они не решены. Но как только Ватикан, Китай начнет бодаться с саксами, я думаю, что я назвал цифру, повторюсь у вас, 17 июля. Это условная цифра применения или использования грязной ядерной бомбы, выбросов в атмосферу запорожской АЭС каких-то ядерных, так скажем, не знаю, облаков. Потом есть доктрина у американцев ограниченной военной ядерной войны на территории третьих стран. Все это и есть же в доктрине. Просто нужно это читать. И поэтому ко всему этому они давно просчитали и готовы. Опять вас обманывают, что они не готовы к прямому военному столкновению. 17 июля по территории моей страны может быть нанесено... Нет, давайте мы сформулируем вопрос так. 17 июля в Украине может быть использовано в каком-то виде, так скажем, компонент ядерного, я не скажу оружия, но компонент ядерного элемента, который может принести большие человеческие и самое страшное, главное, экологические потрясения для этой страны. Я снова повторюсь, Даша, это не обязательно ядерный удар. Но то, что к этому готовится Запад, фиксатором этого является передача вам датчиков о применении ядерного оружия. Потому что я когда об этом говорил, когда я об этом говорил, говорю, слушай, он несет какую-то хинею. Потом стали об этом говорить президенты Путин, Медведев, Байден, Макрон, Си Цзиньпинь, который включил в свой документ главным условием неприменения ядерного оружия. Который включил не размещение на территории третьих стран, например, Белоруссии, ядерного оружия. А как раз к началу июля будет готова вся, так скажем, система, где на территории Белоруссии может находиться ядерное оружие. Посмотрите, мы не знаем, кто наносил так называемыми вот этими квадратоптерами и так далее удар по Кремлю. Я считаю, что это элементы Ватикана с целью принуждения провластной элиты, что у нас руки длинные, мы можем любого достать, садитесь за стол по решению украинского вопроса. Что у нас получилось? Заявление Рогозина, заявление Медведева. И через три дня начались условные испытания ракеты Искандер. Там разные модификации. Той модификации, которая несет ядерное оружие. Понимаете, о чем я говорю? Ватикан, конечно, Ватикан ударил по Кремлю. Я не считаю, что... Даш, вы слишком конкретно вопросы ставите. Нет, но прощай. У Ватикана есть инструменты. Нет, у Ватикана есть инструменты. Они по всему миру. То есть, условно я говорю, это настолько всесильная организация, его многие недооценилили. Или его превратили в какой-то институт. После этого интервью, я думаю, что будет оценивать. После этого интервью. Это считаю, что институт очищения каких-то человеческих душ. Это присутствует, но это обертка. Ватикан – это крупная финансово-промышленная корпорация мира. Потому что есть организация «Инклюзивный капитализм». И там 27 мировых корпораций. Председателем этой корпорации является Ватикан. Фикрет, есть еще, вот у нас минутка, есть еще какие-то даты, которые очень важны, которые могут изменить мир. Ну, к осени мы ожидаем, что если, в принципе, водораздел мира произойдет достаточно хорошо, нужно будет сменить лошадей на переправе. То есть, лидеров стран. Ну, в данном случае мы говорим о господине Путине. То есть, 9 месяцев. То есть, осенью будет дворцовый переворот или просто новоставление? Нет, мы не знаем, как это решается. Эти инструменты применяются людьми, которые реально занимаются политикой. Но опять говорю, все зависит от условной даты до 15 июня. Будет ли встреча Байдена с СССР? Если будут, как они будут делить мир? Как будут договариваться? Потому что, если нужно договориться Украина и Россия, то, в принципе, нужно сменить главу государства. Фикрет, я благодарю вас за очень интересное интервью. Мне кажется, что все зрители должны его посмотреть. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, для того, чтобы нас увидело больше. Напишите комментарий, откуда вы нас смотрите. Это действительно стоящий взгляд. Фикрет Шабанов, президент аналитического центра Consultations on International Policy and Economy. Фикрет, благодарю вас. Друзья, подпишитесь на мой YouTube-канал, на YouTube-канал Фикрет Шабанова. Если вы смотрите на нас телеканал прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться. Фикрет, спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо большое. До новых встреч, Даша. Благодарю вас.